Ещё месяц назад Алексей Руськин выходил из дома только по необходимости. Жизнь инвалида-колясочника предсказуема. Слетч-хоккей изменил его жизнь. Как только был объявлен набор в команду, Алексей не усидел. Я до этого дома ничем не занимался, кроме как физической, своей для себя подготовкой, где-то штангочкой, где-то гиричкой, где-то на руках, чисто для себя, как говорится, я инвалид с детства, с рождения я не хожу, постоянно дома находился, пока не познакомился с родителем нашей организации, он меня пригласил, стал заниматься спортом, мне очень понравилось, для здоровья хорошо и активная жизнь постоянно. Этот вид спорта был впервые включён в программу зимних паралимпийских игр в 1994 году. Здесь есть ворота, только маленькие. Вместо коньков хоккеисты катаются на санях с полозьями, в снаряжение входят и две клюшки. Слыш-хоккей отличается от обыкновенного хоккея, вот такими вот клюшками, на которых такие вот специальные металлические наконечники прикреплены, которыми нужно отталкиваться об лёд, передвижение, то есть ими одновременно и отталкиваешься одновременно, и играешь, то есть шайбу вводишь по льду. Хоккейный бок, который вот садится игрок, специально вот такие вот защитные шнурки, и он прикрепляется, чтобы не выпасть в случае чего. Вот такая вот алюминиевая подставка специальная для ног, то есть кто не ампутанты, они ноги вот сюда вот выдвигают, тоже ноги закрепляются. В команде Владивостока играют два уссурийских спортсмена, это Иван Никлюдов и Александр Алянич. Парни переехали в столицу края на ПМЖ. Желающие основать команду и в нашем городе должны оставить заявку на сайте общественной организации инвалидов-спинальников «Ковчег». И уже исходя из количества желающих, будет решаться вопрос о создании команды по слэдж-хоккею в Уссурийске.